Здравствуйте, уважаемые земляки! Продолжаем цикл наших передач разговоры о политике. Сегодня у нас в гостях в студии заместитель председателя Народного Урала, руководитель фракции КПРФ в парламенте республиканском Николай Админич Нурнов. Николай Админич отозвался на нашу просьбу дать разъяснение по поводу парламентского кризиса, который сейчас происходит у нас в республике, и с удовольствием решил нам рассказать. Ну сразу перейдем к этому вопросу, что у нас, вот вся сессия прошла, какие результаты, почему там был разговор о вотуме недоверия, почему не поставили этот вопрос, хотелось бы об этом узнать, чтобы подписчики были, потому что все звонят, все спрашивают, что там, как там. Ну, первый, добрый день, уважаемые зрители. Что самое главное, хотел бы акцентировать по цели фессионной работы нашего парламента. Да, действительно, я перед тем, как повестка у меня была утверждена, попросил слово, мне его дали, значит, и я дал разъяснение по поводу, почему, по каким критериям, значит, мы хотим, значит, объявить, вот у меня доверие, главе республики, значит, Батуров Сергеевич Хаситову, и пересечил, скажем, ряд тех вопросов, по которым, например, в соответствии с законом о главе республики Калмыкии, о парламенте республики Калмыкии, значит, в соответствии с нашей Конституцией степным уложением, значит, депутаты парламента имеют право выразить недоверие. Но, к сожалению, значит, там начали перебивать, во-первых, пошло какое-то недопонимание, хотя во всех парламентах мира, когда утверждается повестка дня, значит, руководитель фракции, ведущий к фракции имеет полное право нести какие-то поправки там, да, или как, чтобы не было в дальнейшем, когда рассматривается повестка дня парламента или сессии, значит, так, не было никаких недоразумений. Ну, к сожалению, не помню, тем не менее, значит, я довел до коллег своих позицию фракции, позиции не только фракции КПРФ, но и позицию фракции, значит, Евроссии и части группы депутатов, значит, от Единой России. Так получилось, что перед тем, как, значит, носить предложение о вот имени доверия, значит, мне позвонили и сказали, что, по крайней мере, да, руководитель фракции, значит, так, Единой России, значит, была вызвана, значит, на медитацию президента Российской Федерации, значит, к начальнику управления внутренней политики, вот, и поэтому в связи с этим, значит, просили, чтобы как-то мы на сегодняшний день немного заморозили, взяли паузу. Ну, мы пошли навстречу, причем, потому что, ну, это фракция, одна из крупных, ну, самой крупной фракции в республике у нас, в парламенте, поэтому мы подумали, решили, все-таки необходимо взять паузу. Тем более вы понимаете, что мы в любое время имеем право, значит, вот им недоверие, значит, объявить. Об этом я и сказал, вот, но перед этим, вы знаете, были очень много мероприятий, которые прошли, вы имеете в виду в рамках, значит, партии Единая Россия, на котором, значит, и президиум, значит, освободил председателя фракции, значит, от должности, значит, фракции освободил, хотя еще, значит, повестку дня парламента, они его, кстати, не включали, не вносили, по крайней мере, вот на той сессии, на которой мы, в последней сети, крайней сети, которая осматривалась, это не произошло, вот, и буквально, когда, значит, она приехала, выгодитель фракции, значит, мы пришли к выводу о том, что, значит, дальнейшие наши действия, которые мы, значит, описали, и писали, значит, свои письма, просьбы, значит, вот мы, так сказать, будем продолжать. А, то есть договоренности остаются? Ну, да, ну, я еще раз говорю, они могут измениться. Ну, понятно. Почему? Потому что вы сами понимаете, это ведущая на сегодняшний день партия, значит, так, у нее есть свое, значит, головное предприятие, будем говорить так, это, значит, ЦИК, кроме того, есть, значит, Генеральный Совет у них существует, значит, то есть, тем более, что по Усталу, значит, у них Устал очень жесткий, значит, решение принимают, значит, в Москве, а здесь только исполняются, поэтому здесь по-разному можно говорить, но и разные подходы могут быть. Как они там в Москве отреагируют на ту ситуацию, которая существует сегодня у них в партийном отделении в Калмыкии, это, значит, их право. Мы же туда не можем, так сказать. А другое дело, значит, если, например, здесь на месте члены партии к ним, какие будут применены, значит, методы воздействия, значит, и когда их будет обратная, значит, реакция, значит, это уже, так сказать, их личное дело. Все-таки живые люди, в принципе, семьи есть, у них есть близкие, родные, значит, так, вот. По крайней мере, для них, наверное, по всей видимости это впервые вообще, в принципе, так происходит. Да, это... Потому что, если говорить о, значит, КПРФ, то мы это, как бы, на протяжении, сколько существует партия, столько мы чувствуем давление, там, разные подходы к нам, значит, и по-разному. В том числе, значит, и вообще все оппозиционные партии, это, как бы, в той или иной мере они испытывают. Поэтому... Вот как вы, вот, с вашим опытом, да, со стороны своего опыта смотрите на ту ситуацию, которая сегодня у них в «Единой России» сложилась, то, что часть депутатов, грубо говоря, пошла, якобы против политики вашего мнения. Вот вы знаете, значит, вот мы субъект, значит, республика Калмыкия, национальный субъект, значит, и, в принципе, у нас здесь проживают люди, да, скажем там, большинство титулов у нас в Калмыкии, потом у нас идут где-то 30-35% русских, значит, и других национальностей, да. И у нас какие-то существуют на этой территории какие-то интересы. В соответствии с законом, естественно, мы хотим развиваться, развивать свою экономику, значит, так, дать своему населению достойную жизнь, достойную заработку, плату. Детям и старикам, значит, у нас должны какие-то льготы быть, чтобы они все чувствовали, что государство о них заботится, значит, не говоря уже, значит, скажем так, о секторе социальном, да, о том, что, например, учителя, там, педагоги, врачи, они тоже должны себя чувствовать в заботу государства, что у них должна быть достойная заработная плата, да, какие-то жготы социальные, гарантии какие-то. И, естественно, конечно, вот депутаты мы чувствуем, когда принимаем бюджет и все остальное, что, к сожалению, например, из года в год этот бюджет, он не является, например, да, развивающим. То есть там не только должны быть социальные какие-то, да, обязательства, там должен быть, бюджет должен развивать экономику. К сожалению, в республике последние 30 лет этого нет. То есть мы развалили свою всю экономику. Регресс, да и нет? Регресс, стагнат, как хотите называйте. Вот в последнее время, вот, условно говоря, там, у нас проблем не было, как бы, с разрушением у нас всегда были проблемы. Это было всегда, не только при советской власти, это было еще и раненым. Но какие-то способы, какие-то, значит, вопросы, они решались, будем говорить так. И самое главное, с этого требовал, значит, федеральный центр всегда требовал с этого. Например, когда уделяли деньги, отсчитывали, значит, и мы знали, что, условно говоря, например, в этот Чаграйск, когда хранились, создадится такого-то время. Естественно, конечно, это создавалось. Вы понимаете, тогда усилие во всех руководителей партии и руководителей республики, она была нацелена на то, чтобы, например, после возвращения из республики к Калмыкии, нам быстрее нужно восстановить экономику. И, кстати, это была целая плеяда такая, большая группа молодых людей, которые после Сибири возвратились, они очень много делали. Они никогда, значит, там, не отпуска не ухали. Выходные дни у нас, где у них всегда, было всегда рабочие. Работали, думали о народе. Вот те подвижки, например. Басам Админский городковский специалист был, вот отсчитаем, про что сделал. Это не только он. Это вопрос был и для Савропольского края, значит, так, так же, как и для Калмыкии. Нам нужно было и им, и нам, значит. Развитие Сарпинской, Российской Сарпинской низности, это не только для нас, но нужно было. Это нужно было для Волградской области, потому что там тоже орошение развивалось. И для Астраханской области. Это была система Сарпинской, это не только Калмыкия была. Поэтому в этом отношении мы как-то, значит, подходили к этому вопросу, значит, не только лично, как от себя, например, а подключали к этому, значит, наши сопредельные, значит... Межрегиональные. Общерегиональные полемики были. Межрегиональные. Да, политика была и все остальное. На сегодняшний день, понимаете, вот возникла проблема. У нас маноч гудил, например, он отсушается. И вот скоро, как сказать, если, например, 2-3 года будет таких вот засушливых года, то, к сожалению, например, мы не сможем. А это уникальная вообще культура. Это вообще в мире там есть вот такие центры, да, водно-болочистые, как называют. Их вообще очень редко. И естественно, конечно, там не только нужна, как сама вода, но там же обитает целый мир животных. И естественно, конечно, он просто уничтожится. Природная. Да, природная. В этом отношении... Вот, кстати, вот говорят там, если мы, например, отремонтируем Волго-Чаграй... Ой, Волго-Чаграй, прошу прощения. Значит, Чаграйское водохранилище, как бы вода у нас пойдет везде. Но это совсем не так. Мы даже отремонтируем капитальный ремонт, сделаем водохранилище Волго-Чаграйское водохранилище, значит, да. Но... Волго-Чаграй должна поступать. Нам надо весь этот центр, гидроузел, который существует, это и спар, и где-то вода Терека, значит, там, и Кума, и так далее, и так далее. Вот этот весь гидроузел, его надо полностью ремонтировать, реконструировать необходимо. Потому что там идет заеление. Значит, сбросы воды, значит, не только делают среды, вы сами прекрасно понимаете. Там делают и вредные сбросы, их надо тоже отсекать или каким-то образом это делать. К сожалению, на сегодняшний день этого нету. Вторая проблема, значит, у нас, я говорю, у нас было 26 малых озер в республике, ой, рек в республике. Их сегодня нету. А почему? Я не знаю, каким образом у нас на нем вместо рек ставили балки какие-то, да, и все. А почему? Дело в том, что есть программа государственной «Малые реки России». Мы, к сожалению, туда не попадаем и не идем туда. А вы представляете, что это такое? Это же задержка талых вод, например, поверхностных талых вод, значит. Второе, значит, выделяется средства. Это плотины. То есть каскад плотин, значит, и этих всех вещей, они что делают? Задерживают воду. И нам достаться для того, чтобы, например, до ноября месяца, условно говоря, да, поить скотину, например, промышленными. Ну, когда будет вода, это же круговорот воды же уйдет. Естественно, конечно. У нас это вообще не делается. И каким-то образом она вообще отошла от государственных программах, хотя я, значит… То есть сейчас делаете? Вот. Почему проведены с вами? Продолжение вносил о том, чтобы у нас было отделе министерства или государство Орн, которое занимается водоснабжением или еще чем-то. То есть на сегодняшний день, если говорим о туризме, хотя сделал министерство по туризму, например, да. Хорошее дело. Это, в принципе, нормально. Это будет заниматься непосредственно туризмом. Но у меня, извините, если, например, у нас нет государства Орн, которое занимается, значит, так вот этим… Непосредственно, имеется в виду. Это и строительство, водопользование, ремонтность, эксплуатация и так далее. Один государство Орн, то я вряд ли думаю, что у нас каким-то образом двигается. Потому что Минприроды, Министерство Сверхозяйства, это заинтересованные, значит, в воде, значит, в министерстве и все остальное. Но у них, как бы, не хватает, во-первых, у них же есть дополнительные, вообще, да, полномочия, которые они должны исполнять и так далее, значит. А вот эта вот часть, она, как бы, в той мере, там, и туда, как бы… И особо не реализуется. Ну, как бы сказать, не выделяя средства, например, на те полномочия, которые кинешься, это должен быть полноценный государственный норм, который кинешься. Ну, вот, на сегодня такая ситуация, пожалуйста, что непосредственно уже надо этим заниматься, входить в эти программы. Ну, на сегодняшний день, вы знаете, в первую очередь, вот сегодня буквально, значит, первое чтение прошло в бюджет, значит, страны, да, в первое чтение рассматривалось. Вот у нас дефицит 2,3 триллиона рублей. Вы знаете о том, что, например, на 10% вообще снижены многие, скажем, да, льготы там и так далее, так далее, так далее. Снесены, значит, многие проекты, которые должны были войти. К сожалению, например, может и Республика Калмыкина, да, значит, войти, и мы можем часть объектов… Не заполучилось. То есть, да, но нас тоже могут сократить. Я не знаю, каким образом будет защищаться правительство, Минфин, но, тем не менее, я думаю, нас тоже это все коснется. Поэтому в той части, вот, в которой мы говорим, надо заниматься этим надо. Ну, надо заниматься, но, к сожалению, у нас есть вопросы, они важнейшие для государства. Сегодня идет ковид, мы должны сделать средства, все средства, которые у нас сегодня и направлены, по этому дополнительству, мы должны направлять. Потому что на сегодняшний день та перспектива, которую нам говорят специалисты, и то, что, например, не только наши в России, да, российские федерации, но и международные специалисты, они говорят о том, что ковид, который сегодня есть, ковид-19, пандемия, она продлиться может до весны, ну, примерно так, до мая 2021 года. И вы сами прекрасно понимаете, а это сами имеете в виду, это, значит, студенты, школьники, значит, детские сады, значит, которые необходимо поддерживать и все остальное. Это наше старшее поколение, которое сегодня, значит, находится после 65-х дома и все остальное. Это очень психологически очень сложное. Начинается зимний период еще. Начинается зимний период. Мы вошли в зимний период, значит, я, хотя вот по ковиду отчитываем, все говорю, только по ковиду, но мы забываем о том, что плановые больные, которые сегодня у нас есть, которые должны, они все закрыты, то есть и поликлиника закрыта, и больницы не принимают планов по ней. Ну, и прекрасно понимаете, как все это сложно. Вот. И второй вопрос. Начинается простудный период, да? Ну, вот это уже зима. И вот на сессии, когда мы рассматривали правительство полчаса, значит, обстановку и вообще ситуацию по ковиду-19 в республике Калмыкия, министр здравоохранения докладывал, и я одним из вопросов, там было много вопросов, одним из вопросов задал, значит, министру. Вот приближается простудный период. Вы знаете, что, например, диагностика по ковиду, например, да, симптомы имеется в виду, по ковиду, значит, и по простуду здравоохранения. Они почти аналогичны. Они почти аналогичны. А как вы будете их разделять? Всего пять лабораторий работают, а в районах-то лаборатории нету. То есть, получается, они констатируют, что там диагноз ставят, там, примерно, предварительно диагноз ОРВИ, или, например, отправляют сюда, значит, здесь они сдают ПЦР и подтверждается, там, есть или нет. Но, это же, представьте, огромная нагрузка будет, и, в принципе, он признал. Это очень серьезная проблема, и на сегодняшний день. А я вам сказал, может быть, там посчитать необходимо, и примерно приобрести вот эти вот экспресс-лаборатории для каждой центральной районной больницы, потому что мы же не только сегодняшним днем живем. Это же будет и в следующем году, потому что все говорят и предупреждают, что мы с этим ковидом будем жить. Да, он стал уже частью нашей жизни. Все, маска ходит, все это. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов. Владимир Владимирович, ну вот давайте вернемся к вашим письмам в Москву, когда часть депутата Народного хурала написала письма сначала на имя министра захоронения, я так понимаю, и второе на имя президента. По моему мнению, это консолидация, то есть то, что вы там все фракции подписали с круглым столом, с пресс-конференцией, это как ни крути, но результаты это были. То есть результаты, к нам приехала комиссия из Минсельхоза и выделили порядка 60 миллионов рублей, это понимаете, да? И... Нет, значит, больше полумиллиарда. Больше полумиллиарда выделили. То есть выходит так, что кризис был, депутаты сказали о том, что, ну, администрация наша начала говорить о том, что это неправда, а вы, кто подписывал, вы говорите свою правду, а результат это все равно-то есть. Вот давайте начнем сразу с одного, чтобы было понятно. Вообще, в принципе, у нас не было никакого такого политических подоплеки, да? Это было необходимость. Не пропиариться или что-то, выставить себя в таком свете, якобы вот я, как бы, защитник народа и все остальное. Это вообще не было. До того, как наступило, например, вот это, значит, до письма, в принципе, да, написание, у нас было несколько вопросов, которые... Я выезжал в район, там приезжал, советовался, говорю, так, какая ситуация. Сам звонил главным врачам, руководителям, значит, районных, значит, подразделений служб и получал, ну, такие, ну, наступает проблема очень сильная, значит, так. И как-то я выступал, говорил о том, что хорошо, что у нас есть такие ответственные, да, социально ответственные бизнесмены, там, например, ну, их службы называют бизнесмены, ну, пока они предприниматели, которые собственными силами собирали и помогали, да, на уровне района, там, и все остальное. В том числе и многие партии, и общественные движения это сделали. Но, к сожалению, этого мало было, потому что мы даже не предусматриваем, что каким образом эта волна будет наращиваться и каким образом мы попадем в такую ситуацию. К сожалению, нужно просто констатировать, что, например, на сегодняшний день республика не была готова к этому. Ни здравоохранение, значит, ни социальное, значит, службы, ни правительство само, никак. Ну, ну, так наступило. Это бывает, в принципе. Это понятно. Не успели. Но тогда необходимо было, значит, наращивать, да, как бы, скажем, все эти проблемы, которые существуют. Выходить на федеральный центр, говорить и убеждать о том, что необходимо сегодня нам помочь. Иначе все прекрасно понимают, что болезнь, она вещь такая. Она сегодня у нас здесь, завтра у соседа. И мы когда чувствовали, мы начали говорить об этом. Это не правда о том, что, например, не выходили на правительство, на них говорили. Не правда о том, что мы хотели рассмотреть у себя на площадке, значит, комитета по социальным проблемам, значит, вот эту всю ситуацию. Значит, предложение было, значит, в первую очередь от Единой России о том, что давайте на этой площадке рассмотрим. Не надо там, как говорится, волну разгребать. Это было действительно так. Но, к сожалению, они не получили поддержки. И мы не получили поддержки. А проблема идет на расстане. Тогда было принято решение, значит, давайте все-таки мы обратимся, значит, все-таки к министерам здравоохранения Российской Федерации. Ну, пришли, давайте напишем письмо. Мы же не пишем, что-то такое ужасное, что-то такое, например, да? А пишем о тех проблемах, которые сегодня и сейчас существуют. И люди, в общем-то, обеспокоены этим делом. И мы, как депутаты, давайте подпишем. Мы согласились, напишем. Написали. Значит, после этого, значит, пошло какое-то интервьюземение о том, что, например, что-то, что-то нарушаем. То есть, получается, так, ссоры из СБ выносим, значит, да? Зачем вы это так делаете и все остальное. Не, ну, хорошо, мы не будем ссоры из СБ выносить. Но вы-то тогда видите, проблемы-то делаете. А то у нас, получается, две недели проходят, значит, да? И в 23-24-00 выходит указ главы республики о том, что мы опять на две недели продлеваем. Потому что, ну, мы ожидаем, ну, а что, раньше не было рассмотрено. Потом нет никакой отчетности. Вот такая была, во-первых, потоплека такая была, само выдох письма. Потом мы пришли к выводу, что, к сожалению, нас как бы не услышали. Почему? Потому что приехали две комиссии. Одна приехала от Минздрава, а другая приехала, значит, от института, который занимается непосредственно биологией. И мы получили ответ о том, что, наверное, все хорошо. Да, у нас все хорошо. У нас все хорошо и все остальное. Мы тогда подумали, значит, получается так, что где-то, значит, вот это вот купируется на уровне региона республики, значит, а купируется, значит, и ее дальше не хотят выносить. Тогда мы просто говорим, ну, нет, так дело не пойдет. Необходимо, чтобы было, услышали нас. Это мы уже примеры, наверное, Дагестана, значит, так, будем говорить, так, других субъектов. Ну, тогда решили написать открытое письмо. И еще раз повторяю, у нас не было никакого, значит, желания, значит, так, или, скажем, подспутного такого осознанного, да, вот этого письма, значит, вызвать к себе какие-то, значит, политические какие-то набрать очки. Этого не было совершенно. Мы написали президенту, и там, в принципе, сказали, и в том числе, значит, мы там указали не только проблему ковида, нельзя было, опасности нельзя было им говорить, потому что, ну, вы представляете, когда едешь по степи, когда степь вся выжженная, значит, и приезжаешь, когда она к знакомым крестьянским фирмам с хозяйством, приезжаешь к ним, значит, у них вокруг, значит, в животновойской стоянке, значит, спасется скот, который, и там разбросаны, значит, солома, там, сено, или что угодно. То есть они уже вошли в зиму, значит, и работают. Они говорят, мы, во-первых, не могут продать, в общем, потому что цены сразу упали, значит, во-вторых, значит, скот, чтобы довести до кондиции, необходимо кормить его. Чем кормить? Значит, и третья проблема о том, что, каким образом дальше подойдет время, дальше доготавливать и все остальное. Ну, самое основное. Вот, вот эта проблема началась. А вы с приказа понимаете, что у нас агропромышленный комплекс, это почти 85-90% всей нашей экономики. Основная вот эта. Основная вот эта. И третья проблема, которая сегодня шла, мы говорим о пастбище и все такое. А к этому все-таки надо встать. Это водоснабжение, орошение и так далее. Ну, о чем вы сказали. Да, когда все, значит, закрыто, и идет, значит, такой мор, да, у нас называют джутово, у кого мы как... Вообще, в принципе, падеж скота, он с определенной, значит, скоростью, с определенной периодичностью, он происходит. И ничего в этом страшного нет. Единственное, к этому надо просто готовиться. Циклично существует. Например, Монголия теряет, иногда теряет до 30, до 40% своего скота. А вот, условно говоря, там 15 лет назад им 28 миллионов было. Сейчас у них почти под 70 миллионов скота, значит, а их всего там 30 с небольшим миллионом. То есть, в этом ничего страшного нет. Но необходимо к этому готовиться. Мы не были к этому опять готовы. У нас какое-то произошло... Мы не знали, что даже делать. В это время же уволили министра сельского хозяйства. Какие-то там проблемы. Тем более, по недоверию, значит. Тогда получается, он виноват в этом, что ли? Так? Ну, вот такое получается. Ну, пришел новый министр, значит. И потом еще один момент. Вопрос в дело о том, что... Если вот так вот расширенно говорить это, значит, и глубже, на перспективу, значит, посмотреть на это дело. Вопрос даже не в том, что... Даже, например, сегодня главу уберут в качестве... Да, что делать? Да, и что делать? Придет другой глава. Я хочу вам сказать... Проблемы-то остаются? Проблемы-то остаются, да. А необходим комплексный подход. Мы сегодня должны, значит, развить государственную программу социально-экономического развития, например, на 5, значит, 10 или 15 лет. 15, 20 лет, да. 20 лет, понимаете? Но сегодня, возьмите... У нас есть страны, возьмите Китай, например. До 50-го года уже государственная программа развития идет. Кто знает, что через 5-10 лет, например, люди уйдут, руководство идет. Другие будут делать. У них жесткая, четкая позиция, каким образом должна страна развиваться. План. План, конечно, должен быть. А так, например, затыкать вот эти дыры... Ну и Пайер хорошее дело. Неведуально, значит, развитие, план развития республики, это хорошее дело, значит, да. Миллиард каждый год дают. Но вот эти точечные, значит, вот эти вещи, мне кажется, неправильно. Даже если, например, в течение 10 лет нам 10 миллиардов выделят, то, мне кажется, на 10 лет необходимо нам уже под ЭПР сделать программу. А у нас, к сожалению, этого нет. Вот мы сегодня говорим, там он нам докладывает. Мы вообще отчета не получили, не от правительства. Почему у нас такая позиция была? Правительство перед нами не отчитывается. Глава перед парламентом не отчитывается. Да, в настоящее время. В настоящее время. Мы не знаем, было, пришли день, куда они делись, каким образом, значит, кто построен. Ну, мы смотрим там в Инстаграме, глава говорит о том, что вот я там детский садик сдал, пристройку, например. Потом дорогу как открыл или и так далее, и так далее. Ну, так не должно быть. То есть вы следите за главой по Инстаграму вообще не уходит? Да, я получаю, я отчет смотрю главы только по Инстаграму, как он там отчитывается. И все. Хотя Инстаграм это вообще не правительственный сайт, не правительственный, как сказать, печатный орган. Значит, и правительство должно отчитываться в официальном печатном органе. И четко, ясно, должны быть приняты планы, опубликованы должны быть, и по этим планам должно отчитываться перед населением, публично это все должно делать. К сожалению, у нас почему-то в последнее время вообще такого нет. У нас, например, мы не знаем, там, по заготовке кормов, например, хорошо я знаю, в связи с тем, что ко мне приходят эти сводные дела. Но я вообще удивился, когда, например, отчитывается 83-86% заготовка кормов, значит, у нас заготовлено, в сотки. У нас. Да. А приехала комиссия, значит, Министерства Российской Федерации, в которой написали, значит, что в Калмыкии на 14 октября 43% заготовки. А в тех районах, где была, значит, объявлена чрезвычайная ситуация, там вообще около пределок 30-28-30%. Я говорю, откуда такие цифры? Ну, в принципе, я-то верю той комиссии, которая приехала и будет докладывать государственному органу, значит, Российской Федерации, Министерства Северского хозяйства, о том, что какая ситуация сложилась, необходимо помогать. Вот у нас такая какая-то проблема. Потом, знаете, вот, все-таки, мне кажется, по ковиду, да, оценки, которые даются, Минздравы наши, они какие-то некорректные. Да. То есть, например, вот министр говорит, что все есть, все нормально, там, вот выделяют деньги, мы все получаем. Но, к сожалению, например, вот буквально на Хурале, сессии Хурала, значит, глаза сказали, подождите, мы покупаем, значит, лекарства, вот, прям, там, от 16-20, там, тысяч, там, до 45 тысяч, а вы говорите, все есть. Ну, он говорит, ну, наверное, не те лекарства. Ну, я не знаю, может, действительно, я же не специалист, может быть, не те лекарства, хотя болезнь одна, она каким-то образом одним лезет. Но там, знаете, еще есть, там сопутствующие болезни есть, полсейности, может быть, и так. Но говорить о том, что, например, у нас все есть, мы закрываем эту тему, тоже и так. По умершим, люди, которые умерли от ковида, ну, мы знаем, что у нас и дом умирает. К сожалению, например, такое есть, что на дому умирает люди, в связи с тем, что, например, не принимают. Потом, значит, ну, сами знаете, существует, значит, статистика о том, что у нас ежегодно люди умирают, да, по разным, так сказать, заболеваниям. Так вот, мы не знаем, кто от ковида умер, кто от сердечно-сосудиста, онкологии. Этого, в принципе, разбивки никакой нет. Даже для Минздрава было бы легче, когда они разбивку дела бы говорили, что, да, есть общая, там, цифра, условно говоря, там, 220 человек, из них от ковида умерло, там, 100 человек, будем говорить так, по разным, такое, значит, у нас это, в общем, нет. Хотя, насколько я знаю, по статистике, в этом году, значит, у нас умерло больше, чем в прошлом году людей. За этот период, да? Да, за этот период, я имею в виду, сопоставимые имеют в виду, 2019-2020. То есть в этом не только мы чувствуем, но и люди просто, жители нашей службы чувствуют какую-то некорректность в этом отношении. Да. Да, и какая-то, знаете, такая... Как будто до нас что-то не доводит. Да, да, да. Скрывает от нас что-то. Потом говорят, все нормально, у нас все, мы контролируем все остальное. И к тому же время говорят, ну да, есть проблемы. Но получается, все нормально и проблемы, получается, проблем больше, чем все нормально, и так же получается. А у нас, они говорят, у нас все нормально. И как бы на это смотрят так. мы все контролируем, докладываем на федеральный центр докладывает о том, что все мы контролируем, все у нас нормально идет, к зимовке мы готовы, все мы запустили, все сделали и так далее, и так далее. Но на мой взгляд, мне кажется, все это дело жиждится, да? У нас политика реагирования, а не предупреждения. То есть мы должны предупреждать, увеличивать все это дело, где-то там. А у нас мы держим на таком плане, на таком тонком слое, да? Уверенности, так сказать, да? Что она может прорваться, пока что-то не взорвется. Ладно, вот вы сказали в некоторых районах было объявлено чрезвычайное происшествие в связи с засухой, но ни одного совещания, ни одного какого-то заседания именно по засухе, именно по сельскому хозяйству, что именно объявили ЧС, и что там было? Для чего объявляли? Я так и ничего не понял. Вот ЧС для чего-то объявляется какой-то сельхозсовет должен быть, или там что-что-что-что-то, какие-то действия должны быть. Вы слышали об этом? Я понял, да. Я понял. Дело в том, что когда объявляют ЧС, существует орган, который этим ЧС управляет. Да. То есть есть штаб ЧС, значит, на который, значит, есть резервы правительства, значит, из-за средства, по которым, значит, из этого ЧС, значит, необходимый район, там, или село, или орган какой-то, или предприятие выводить, то есть существует средства для того, чтобы это купировать, чтобы как бы меньше его сделать. Но решать проблему. Решать проблему. К сожалению, вот раньше было так. Если происходит, например, в ведомстве, условно говоря, Министерство сельскохозяйства, какие-то проблемы, сейчас это касается Министерства сельскохозяйства, ну, во-первых, там создавался штаб, например, его обычно возглавлял зампред по сельскому хозяйству, который, значит, он не министр, а зампред, причем, потому что непосредственно там по-другому должны быть средства быть, значит, он должен оперативно решать. И в Инстаграме об этом не пишут? Ну, в Инстаграме тоже, наверное, не пишут. Я не имею в виду. Хотя проблема, особенно, значит, в восточных районах, она существует, вы знаете, и очень сильно имеется в виду Юстинский район, Яшковский, там, про Черезнамирский вообще говорить не хочу там проблему. В Кибрунске тоже занимался район. Но я одну вещь хочу сказать. Вот все-таки в республике, начиная после того, как в 60-х годах начиналась проблема, да, с милорацией, там, с водой, значит, с электроэнергией и так далее, так далее, тогда был такой системный был подход. Вот, например, я помню, в 60-х годах в Кибрунске районе, значит, когда входили в школу, мы просто не знаем, мы голову закрывали, значит, такими бабушками платок, наверное, потому что дышать не все было. Сильные бури были, пыльные бури, это вообще бури. Вот сейчас они, кстати, вернулись обратно. Вот эти пыльные бури, которые у нас существуют, но в городе не так, но в селе она прям все ужасная. Но я хочу сказать, дело в том, что была такая генеральная схема по борьбе с опустыниванием. И, в принципе, у нас был орган, который этим вопросом не занимался непосредственно, вот, и подгонным пастбищем, значит, так, и вообще, вот, рассматривал все это. И вы знаете, я просто убедился в том, что все-таки государство потом по тем временам начало занималось, потому что сзади. Пыльных бури у нас не было последние, там, 30-40-50 лет. Вот они вот появились, почему сейчас появились? Потому что на сегодняшний день вот эта генеральная схема по борьбе с опустыниванием, ее как таковую уже не существует. Это был первый этап, он должен был еще второй этап начаться. Он, кстати, в 2000-х годах, нулевых, он, в принципе, предполагал, что мы будем заниматься, да? Но, к сожалению, он, так сказать, и остроты такой не появилось, значит, экологи почему-то замолчали, да? По крайней мере, по Калмыкии, да, говорит о том, что пустыня приближается, так сказать, это уже в Европу, да, будем говорить, зашла пустыня. И Кибрульский район, да что говорите, Кибрульский район? Недавно комиссия, которая приезжала с Министерства на сельскохозяйств Российской Федерации, то есть они ездили по предприятиям, по племенным, значит, предприятиям, как сельхозкооператива, так вот они вот, две точки, которые находятся на границе Киченеровского и сопределенного района, я вот не помню, там до Сарпы, до Сарпы, да, Юстинского района, значит, там получилось, там две точки, они принялись засыпаны песком. Представляете, да, это как дошло? А мы теряем пастбище, а в принципе, вот многие говорят, там будет зуд, будет там погибнет, я думаю, что скот мы восстановим, но если земли не будет, пастбищ у нас не будет, то для чего у нас нет возможности будет держать скота? То есть стратегии нужны? Конечно, обязательно. И вот сегодня необходимо добиваться на сегодняшний день, чтобы вот этот второй этап, значит, схема, генеральная схема по борьбе со пустыней в Республике Калмоги, чтобы она сегодня появилась, получила новое наполнение, новые средства для того, чтобы, например, мы занимались этим вопросом. Конечно, параллельно надо заниматься и каналами, значит, и водопряжением. Но это, понимаете, это системная работа, и необходимый план делать. Это не одного года работа. Это на десятилетие работы, понимаете, в чем дело. Ее нельзя никогда бросать. А мы как-то сегодня полчаса сбросили все это дело и считаем, ну, нормально там вот. Сегодня с ковид, и мы давайте с ковидом бороться. Ковид, он пройдет. И, может быть, мы с ковидом всю жизнь будем жить. А как быть с той экономикой? А как быть с другими тем проблемами? Вы на хурале этот вопрос поднимали? Эти вопросы. Ну, мы всегда поднимаем на хурале все эти вопросы. Но, к сожалению, там кивает голову и слушает, но потом, в принципе, нет. Когда правительство и вообще никто не отсчитывается, очень сложно проследить вообще исполнение, запрос или что там обычно делать. К сожалению, это так на сегодняшний день. И мы, вот, как бы скажем, еще раз хочу повторить. Мы не просто взяли и написали это письмо заявлений, обращений. Не просто так. Мы просто понимаем на сегодняшний день, что те проблемы, которые скопились на сегодняшний день, ну, одним разом, да, вот как бы набросилось, и все. И мы понимаем, что мы одни отсюда. Значит, ни хурал, ни правительство, значит, мы отсюда не вылезем. Нам необходимо, значит, делать опрос, обращение, все, чтобы к нам подошли очень серьезно. Все-таки это очень большой регион. И, в принципе, то, что здесь будет твориться в нашем регионе, значит, она вот-то постепенно-постепенно будет переходить и на другие регионы. То есть, например, и Астраханская область, например, Ставрополь, Ростов, Волгоград, они в стороне не останутся. Привязаны к этому. Они мы привязаны к этому делу. Потому что я сегодня смотрю, по Манны, что я сказал, она не касается не только нас, Калмыкии. Это Ставрополь, Ростовская область. В первую очередь, мы пострадаем. То есть, общая региональная должность стратегии. И тогда надо необходимо встречаться с этими губернаторами, говорить, давайте вместе подходить. Вот мы создали ЮРПА, это вообще на сегодняшний день очень мощный орган, к которому мы, вот, буквально недавно, вы знаете, обратились. И, по принципу, почему отказывают, да, кредиторам, они должны, мотивированные ответы, для того, почему вы отказали в кредите. Это очень важно. Законопаик, который он вышел, значит, и, принципе, на сегодняшний день он государство думает, он там будет вносить и поправку делать. С одной стороны, это же правильно. Человека просто отказали. Почему? Ну, может, там, лицом не вышло, или еще что-то такое. Но он должен знать, почему это делал. И другие инициативы. Это ваша парламентская ассамблея вместе, да? Да, это Южная. И сегодня, буквально, на прошлые, значит, сессии наши, ЮРПА, туда вошел Савропольский край. Он же был парламентскую ассоциацию, Ставропольский край тоже вошел. Почему он вошел? Потому что он граничит с нами, у нас есть возможности и на том уровне с ними разговаривать. То есть здесь вы уже, у вас есть конструктивный диалог? Конечно, конечно. Какие-то есть вопросы, значит, что касается Астраханской области, там, ну, мы как-то очень тонко, значит, подходим, они иногда так шутят, смеются, говорят, вот мы там, землю хотите у нас отобрать или что-то такое. Ну, это так, скажем, шутка. Но это за шутка, это стоит очень серьезная проблема. Мы же не говорим сегодня по двум, мы не говорим, не ставим вопрос по двум районам, которые там есть, не существует. Это, его надо отложить. Вообще, сегодня вопрос не поднимать. Понимаете, что я делаю? Он существует. Но его сегодня необходимо отложить. Но по тем, значит, по трех тысяч гектарам, которые существуют, которые вошли в район, которые кадастровые, есть документ кадастрового, его с ним надо работать. Да. Ну, хорошо, давайте мы сделаем так, передадим его в аренду или еще что-то. Но там должны быть какие-то законные документы работать. А мы сегодня как-то отодвинулись от этого и боимся поднимать. Почему? Подгонным пастбищем, значит, которые сегодня просто выжгли каленым железом отгонные пастбища 90 тысяч гектар, которые были в Дагестане. Просто выжженная земля там. Мы туда будем еще вкладывать, 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 для того, чтобы восстановить эти пастбища. Ну, нельзя это закрывать на это глаза. Да, но сегодня актуальна эта земля наша, смотри за наши территорией, за водой, вот, борьба с пустыней. Да, вот это, на сегодня это самые актуальные вопросы, да, чтобы дальше жить. Да, потому что, 5 лет, 10 лет пройдет, но это проблем не уйдет, например. нужно сейчас строить стратегию и такую вырабатывать. Не надо, вот мы говорим о консолидации, да, все время, и говорить, например, о руководстве консолидации, все говорят. Ну, в принципе, это только слова. Нормального, четкого, значит, диалога с гражданским обществом власти нет. Если, например, власть считает, что гражданское общество, например, Нур, там, Бушин, там, еще кто-то, например, да, и все остальное. Это неправильно вообще. Гражданское общество, это не только Нур, это огромное количество людей, которые проживают на этой территории, и имеют собственное мнение по тем проблемам, которые есть, существуют. Да, и оно зарождается. И оно должно объяснить, сказать, а вот так, а может так подойдем, значит. Прежде мы понимаем, что все хотелки, которые существуют, их невозможно, вот там же есть зрелые предложения, проблемы, чтобы решить. С ними надо советоваться, работать в гражданском обществе, это ученое сообщество, значит, общественная организация, политические организации, значит, студенты, в конце концов, которые, большое, огромное количество у нас, у них есть тоже проблемы, понимаете, в чем дело. Школьное движение, которое есть, то есть, ко всем надо объединиться и ставить вопрос таким образом, чтобы четко, ясно было понятно для руководства республики, в первую очередь, и для руководства страны тоже. Это огромный Родион, который потерпел бедствие. Но это бедствие, знаете, я тоже хочу сказать, что, кстати, отметила, это отметила и комиссия Министерства сельскохозяйств Российской Федерации, что вот этот ЗАСК и все остальное, это же подвижка в пустыне, обезваживание и все остальное, это складывается годами. Ну да, не сегодня она появилась, это было. И в принципе, значит, о том, что последние 30 лет мы этим вопросом не занимались, вот мы получили, сельскохозяйствами, это черные дыра. Вот мы получили. А потом мы упустили, это все упустили, значит, что сделали? Все водопроводы свои разворовали, значит, так, все, значит, амелирацию, всю, которая существовала, значит, колодцы, все это дело, пустили самотек, разворали, все сделали, а потом говорим, умираем, помогите и все остальное. Не, население тоже, население в основном тоже виноват, я согласен. Я еще раз говорю, первую очередь власть виновата, потому что она участвовала в этом, в разграблении, значит, в первую очередь, в первую голову, значит, у нас отголоски, вот эти вот всего, она идет до сих пор, в принципе, все говорили о том, что она выстрелит. И вот мы получаем. И вот мы сегодня, Еще у нас кровит, и мы еще это получаем. Надо задуматься, да, Николай Ильич? Не, не просто задуматься, сегодня необходимо четко, ясно ставить вопрос, как мы будем с этой ситуацией. А у нас еще политический кризис. Теперь силу необходимо спать. Еще раз говорю, ни один, ни сегодня, сегодня это проблема. Это проблема, ее надо расформировать, вернее, распланировать таким образом, чтобы, например, я знал четко и ясно, что я буду делать в 2021-2022. Да, даже если любой другой глава придет, он будет продолжать это. У него должна четко продолжать, и он должен продолжать эту позицию. Но это все надо необходимо согласовать на федеральном уровне, что федералы тоже говорили, придет глава, скажет, это не твоя проблема, там, типа такого. Нет, вы его принимали, значит, и на федеральном уровне все это застолблено, задокументированно, значит, мы эту проблему, так сказать, должны заниматься до конца. Почему? Потому что за этим стоит, двигается проблема людей, которые там на территории это живут. Да, я думаю, что это очень актуально, это необходимо уже делать. Владимир Владимирович, вы сказали только что про диалог, вы ходили, относили письмо Хасику, он с вами встретился так или нет? Нет. До настоящего времени не встретился? Ну, нет. Герой, Батар Александрович Генедеев сказал на конференции о том, что готов выйти в качестве переговорщика, в качестве посредника. Что-то выдвинулось в этом движении, какое-то в этом направлении было или нет? Ну, вот честно говоря, я вообще не сторонник, чтобы, например, у нас были посредники. Я тоже думаю. Я сразу говорю, я, например, не прячусь там по углам, нигде, как бы, скажем, все время нахожусь в поле зрения, в доступе, по телефону и все таки. Вот эти все посреднические вещи, они, в принципе, конечно, они существуют, по крайней мере, они должны быть, но я здесь, на Крышем Республике, у меня нет необходимости посредника. Потом, вы меня извините, я все-таки запрет, у меня есть полномочия, есть, в конце концов, права, и обязанности есть. Я чиновник, и, в принципе, если, например, завтра мне скажут, чтобы завтра я прибыл, значит, и все остальное, я готов и обязан выполнить все это дело. Я же не сам по себе. Во-первых, у нас есть статус о депутате, если депутат, там четко, я тоже прописан, полномочия, значит, права и обязанности депутатные. Мы все это должны делать. Если, например, условно говоря, завтра глава, значит, пригласит, скажет, зампреда Народного права прийти, значит, и, скажем, поговорить со мной, вопросов никаких нет. У нас никогда такого не было, чтобы, например, при... Сейчас, по вашему, на ваш взгляд, взаимодействие Хурала и главы есть? Или есть взаимодействие Хасикова с Казачко? А Хурала и главы нет. Здесь надо, во-первых, знаете, условно говоря, президент Российского федерала встречался с Володиным, значит, но не говорят о том, что... Он ему доложил? Почему? Потому что там же ряд вопросов, казалось. У него взаимодействие есть, которые установлены законы. Но у нас председатель пока Казачко. Нет, вы сказали, я из ваших высказываний понял то, что они не отчитываются, ничего, мы не поймем, что они... То есть, я так понял, что никакого взаимодействия нет. Я не знаю, может быть, он перед Казачко отчитывается, хотя, вы знаете, да, я уже говорил, что Казачко якобы там отчитывалось перед ним, это было не совсем не так, просто немножко там в Инстаграме или как там там была просто встреча главы после сессии с председателем Народного хурала. В принципе, тем более, это был отчетный период, имеется в виду летний, все нелетний отчетный период. Там отчета никакого не было, насколько я понял, просто это была встреча. Ну, преподали так, ну, нужно было главе и там дать команду пресс-службе, чтобы они как бы все это, так сказать, привели в порядок. Но, к сожалению, этого не получилось. Она, в принципе, пошла в Инстаграме гулять так. А, да, они встречаются, наверное, да, и как-то там обсуждают какие-то проблемы и все остальное. Проблем много, например. Ну, по крайней мере, нам глава, не глава, а председатель, значит, я еще удивился, там, мол, какие-то вопросы должны, да, у главы быть, перед этой сессией, там, все остальное. Ну, наверное, скорее всего, перед тем, как принимать бюджет 2021 года, вот, я думаю, что, наверное, появятся какие-то вопросы к нам, встреча будет. Хотя, должен сказать, что о том, что председатель правительства Зайцев, он сказал, действительно, он откровенно сказал, я готов перед вами отчитаться в любое время, когда вы меня там пригласите. Но ему сказали, мы вас объявим, когда это нужно. Ну, по закону должен это делать. В течение года я должен председati. Bang, по итогам. По итогам года должно отчитаться. В том числе глава должен отчитаться. Да, в том числе и глава. Воспоминный момент. Ну, на сегодняшний день, пока этого не случилось, но я думаю случится, я думаю, на сегодняшний день я думаю, что и администрация президента, значит, и курили там, как бы скажем, человек, который значит, курирует, кабулки, да, по-моему? Да. Значит, он, по-видимому, тоже подсказал, необходимо отчитываться, тем более, такой сложный период для республики период это, и самое главное, мы уступаем еще сложнейший период, это просто по крайней, да? А сейчас мы уступаем еще в более сложный период, когда и проблемы могут быть, и дорожные проблемы могут быть, значит, в электроэнергетике может быть проблем будет, значит, и еще так далее, и так далее. Конец года, долг растет. Долг растет, да, долг растет на сегодняшний день. Как деньги, где деньги они будут брать? Более 6 миллиардов. А, кстати, недавно мне, у меня прошла информация такая, что Фортум, организация Фортум, которую поставили ветряки у нас на целинном районе, на Харбулуке, глава Калмыкии, Хасиков, им согласовал на налоговые преференции. То есть, выходит на 5 лет. То есть, выходит Фортум, когда вот они уже запустились, должны были за 5 лет, я так понимаю, миллиард 300 заплатить налогов за 5 лет, это миллиард 300, это порядка... По 200 счетам. Да, по 200 миллионов в год. То есть, для этого и делалось. То есть, заводили инвесторов, чтобы они платили налоги, а глава им дает преференции. Как вы это прокомментируете? Ну, совсем не так. Дело в том, что мы все, по всем налогам преференции Хурал не может дать. И глава тоже не может дать. У нас существуют свои аналогии, которые стоят... Нет, я знаю, что они будут проходить. ...бюджет нашей республики. И мы можем преференции дать только в той части, которая касается нашего субъекта, нашей республики. Такие преференции мы принимали не только Фортуму, но и своим предпринимателям, которые вносил министр экономики и развития. Мы такое принимали. Что касается Фортума, я, честно говоря, не знаю. И вообще, я хочу сказать по зеленой энергетике и по той энергетике, которая сегодня существует. Солнечная там, да? Альтернативная. Альтернативная, будем говорить. Вы знаете, это единственное, что оттуда мы будем брать, это, естественно, налоги. Да, ну, рабочие места. И говорить о том, что у нас, кстати, иногда будет искажен на порядке, людям преподносят это, что якобы у нас будет свои энергетики, мы будем платить меньше. Это совсем не так. Закон не позволяет. Во-первых, закон не позволяет. Во-вторых, значит, та энергетика, которая идет, она попадает в общегенерившие сети. Ресурсников. Ресурсников. Она туда попадает, значит, и нам, как платили мы по 10 рублей, так и будем платить. Нам никто ее не снизит. То есть, говорить о том, что, например, мы снизим его, это невозможно. Это единственное, что ты можешь у себя дома поставить, электроэлектрическую, там, какую-то батарейку, значит, и у тебя ты можешь не платить. А по той сети, которая идет, в соответствии с законом, мы должны сбрасывать в накопитель, значит, в государственную, или как он называется, значит, и потом оттуда мы будем получать также но единственное, что на пройной, мы там получаем, конечно, налоги для себя. А о том, что касается форта, не знаю. Я не могу. Я думаю, они внесут еще односельещее заседание хурала. Владимир Гнищ, спасибо вам, что пришли, спасибо, что разъяснили нам. Это был Николай Гнищ Нурал, зампредзаместитель председателя Народного хурала. Спасибо, Николай Гнищ. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, мы на них реагируем. вам Максим на них реагирует. До свидания. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением Максим Цеденов.